В эфире ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Марина Комиссарова. Мои коллеги готовы поделиться с вами самыми интересными темами минувших суток в сегодняшнем выпуске. Блины с припеком. Масленичная неделя в Рязани в самом разгаре. Ловись рыбка большая и маленькая. Полицейские задержали браконьера с уловом из редкой промысловой рыбы. По ухабам. Рязанские градоначальники услышали жалобы автомобилистов и приступили к долгожданному ремонту дорог. В Рязани отремонтируют дороги более чем на 50 улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Всего планируют восстановить более 3000 квадратных метров дорожного покрытия. К основным работам готовится приступить в начале апреля с наступлением благоприятных погодных условий. Подробнее в материале Оксаны Тебенихиной. Последний снег сошел с дорог и обочин и в виде луж собрался прямо на проезжей части, прикрыв глубокие ямы и другие изъяны асфальтного покрытия. И только рязанские автомобилисты начали особо интенсивно жаловаться на вечную проблему наших дорог, как дирекция благоустройства города приступила к ремонтным работам. Были дополнительно организованы работы по ямочному ремонту. То есть не только дирекция благоустройства города выполняет работы по ямочному ремонту, но также были привлечены сторонние организации. Значит, работы выполняются с применением уже традиционной асфальт-бетонной смеси, горячего асфальт-бетона, но с соблюдением всех технологий, которые существуют. Темпы ямочного ремонта будут ежедневно увеличиваться, что позволит в течение марта устранить дефекты дорожного покрытия аварийных участков дорог. Всего запланирован ямочный ремонт более чем на 50 улицах на площади около 3000 квадратных метров. С 14 марта этого года планируется привлекать на ямочный ремонт 14 дорожных бригад, что позволит к 20 числам марта убрать всю напряженность на дорогах города, связанных с образованием ям. Кроме того, проведено обследование дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства. По результатам обследований подготовлены материалы и направлены претензии подрядным организациям с целью устранения дефектов. Составлен график выполнения работ по их устранению в рамках действующих гарантийных обязательств. С подрядными организациями были проведены совещания, отправлены соответствующие запросы, для того, чтобы в рамках гарантии устранили ямки, которые образовались на их дорогах. В этом месяце будут выполнены работы по устранению аварийных выбоин. К плановому ремонту дорожного покрытия планируется приступить уже в начале апреля. Праздничная масленичная неделя стартовала 5 марта. Согласно народной традиции, сегодня в четверг разгул – самый веселый день. Наша съемочная группа побывала на гуляниях в Рязанском областном научно-методическом центре народного творчества, а сразу после заглянула в кафе «Старый парк», чтобы угоститься блинами с припеком. Поздравляем с весной! На базар, поверь, как ладо, белые! Впервые в Рязани и Рязанской области прошел областной конкурс творчества «Душа моя масленица». На выставке были представлены работы более 300 фольклорных коллективов из 15 районов. Все они показывали красоту праздника, символизировали приход весны, яркость солнца, несли радость и позитив. Посмотрев на те работы, которые стали присылать нам, мы поняли, что надо показать всю ту красоту, все умения детей, чему дети, чем занимаются дети, как они занимаются, как они занимаются вопросами возрождения народного творчества именно нашей области. Так и состоялась эта выставка. Ни одна из работ не повторяется, все они индивидуальны. Победитель конкурса рассказал о своей авторской кукле. Эта женская сущность, символизирующая благодать, принесет в дом защиту, достаток и счастье. Это кукла благодать. Это птица счастья. Она приносит в дом счастья. Это ангел. Он оберегает семью. Внутри у нее гречка. И эта гречка к достатку. Она тянется к солнцу. И вот она вся красная. По мнению мамы Ивана, им удалось победить благодаря тому, что они соблюдали все традиции выполнения народной куклы. Большое внимание они уделили работе над костюмом. Не использовали современные материалы и именно не шилось. Единственное, что мы делали, мы вот эти кружева, мы их приклеивали с помощью паутинки. А так здесь не используется вообще иголка. О своей кукле рассказала и Анастасия из Михайлова. Ее барышня украшена бисером, кружевом, которое также выполнено вручную по старинным техникам. В ходе праздничного гуляния состоялся гала-концерт. С наступлением весны собравшихся поздравила и министр образования региона Ольга Щетинкина. Она отметила необходимость поддержания народных традиций и оригинальность данного конкурса. На праздники все пришедшие могли полакомиться блинами. А мы решили продемонстрировать сам процесс их изготовления, переместившись в кафе «Старый парк», расположенный прямо рядом с выставкой. Блины с припеком – это удобно и питательно. На сковородку сначала выливается тесто, а затем блин печется словно пирожок. Берем грибочки, также выкладываем, вот так поверхностно. И чуть-чуть берем так тестечко и тоже вот сверху вот так выпекаем. Среди настоящих поваров блины принято переворачивать прямо руками, правда в термоперчатках. За начинку можно взять все, что угодно, начиная от яблок, жареных грибов и лука, и заканчивая красной рыбой и даже соленой селедкой. Повара говорят, что это очень вкусно. Всех с праздником, всех с масленичной неделей. Пеките блины от души, всякие разные. Приходите к нам в кафе и тоже пробуйте наше искусство. Приятного вам аппетита. Начало марта оказалось богатым на астрономические события. Некоторые из них доступны только профессиональным астрономам, другие может наблюдать каждый из нас с невооруженным глазом. Чуть ближе к космосу стала Анна Герцовская. Практически каждый год происходит такое космическое явление, как противостояние Юпитера по отношению к Солнцу. Кульминация свечения Юпитера будет происходить ближе к полуночи 16 и 17 марта. Планета расположится таким образом, что встанет прямо противоположно Солнцу относительно Земли. То есть мы, земляне, окажемся в одной плоскости между Солнцем и Юпитером. В 2016 году Юпитер наблюдается наилучшим образом именно в противостоянии. И наблюдать его можно на востоке. Юпитер будет находиться в районе точки, противолежащей Солнцу. Поэтому мы будем видеть его в максимальной фазе, ближе всего в этом году от Земли. И он будет самый яркий в этом году. Планеты видны, в отличие от звезд, так что мы их воспринимаем не мерцающими. Ярче на небосклоне в этом году засверкает и Марс. Марс довольно тусклый космический объект. Такое противостояние, как ожидается в мае этого года, для кровавой красной планеты весьма и весьма приличное. На протяжении всего мая Марс будет виден достаточно низко над горизонтом. Обычно это небольшая красная точка, но уже сейчас он по яркости на том же уровне, как Сатурн. Противостояние планет видно в темное время суток. А вот такое яркое астрономическое явление, которое можно наблюдать днем, это солнечное затмение. И состоялось оно как раз на этой неделе. Солнечное затмение наблюдается в тропической области, вблизи экватора. Поэтому нам оно недоступно в любом случае. А тем более, что эта ситуация вся произошла на востоке. Это затмение вполне приличное. Диаметр Луны больше, чем диаметр Солнца. Поэтому затмение полное. Если бы мы были, допустим, где-то на широте около 5 градусов северной широты, и долгота, например, не 39, как у Рязани, а 139, тогда мы бы это все видели. Солнечное затмение длится около 4-5 минут. Полное затмение можно наблюдать в течение полутора минут. Стоит отметить, что нам, современным землянам, повезло жить в эпоху, когда происходят абсолютно все редчайшие астрономические события, которые известны ученым. И у нас есть возможность быть свидетелями этих таинственных движений космических объектов и небесных тел. За праздничные выходные дни на дорогах Рязанской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибло и 13 человек получили травмы различной степени тяжести. Подробнее о ситуации на дорогах расскажет Оксана Тебенихина. Автополицейские рассказали подробности страшной аварии, которая произошла в минувшую пятницу. Около пяти часов вечера на автодороге М5 в Рязанской области. По уточненным данным, житель Мордовии, управляя автомобилем Volkswagen Polo, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился житель города Рыбное. По факту автомобильной аварии, в которой погибли пять человек, возбуждено уголовное дело, проводится расследование. В результате дорожно-транспортного происшествия водители на марке, также ехавшие не пассажиры, в том числе 16-летняя девушка, от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель отечественного автомобиля также от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Ехавшая с ним девушка получила серьезные травмы, с которым была доставлена в больницу. Сейчас Полине Волковой, выжившей в аварии с пятью жертвами на трассе М-5 под Рязанью, срочно требуется третья положительная кровь, но также подойдет любая другая для обмена. Кровь можно сдать в Рязанской ОКБ. При сдаче необходимо указывать, что она для Полины Волковой. Полина вышла из комы, однако девушка по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Партия ЛДПР организовала поездку агитпоезда по всей стране. Главная задача такого же Д-пробега – пообщаться с жителями нашей страны, узнать об их проблемах и по возможности оказать помощь. В состав делегации входит и депутат Госдумы Александр Шерин. Оксана Тебенихина связалась с ним по телефону и выяснила, куда отправился их состав на этот раз. Агитпоезд остановится на 250 станциях в 10 субъектах Российской Федерации, расположенных на северо-западе страны. Состав преодолеет более 16,5 тысяч километров. Представители партии ЛДПР уже пообщались с 7 тысячами человек. Собрали около 5 тысяч письменных обращений граждан с просьбами о помощи. Письма с курьером практически сразу же отправляются в Москву на рассмотрение. Проблемы везде одинаковые. Я просто в шоке нахожусь от того, насколько все убито и разбито практически во всех малых населенных пунктах Российской Федерации. Невзирая на то, Рязанский это область, или это республика Карелия, или мы проехали Архангельский область, мы проехали республику Коми, Вологодский область. Везде одинаковые проблемы. Закрывают детские сады, школы, больницы. Нигде не строятся дороги. Очень дорогие тарифы на услуги ЖКХ. Наибольшее удивление у представителей партии ЛДПР и у Александра Ширина в частности вызвало проблема, с которой пришлось столкнуться с жителем республики Коми. Но больше всего меня удивляет то, что в республике Коми собственный газ проводит газопровод, а для того, чтобы подключиться к газу, людям рекомендуется ложиться в каждой семье в складчину миллион рублей. Окраины города Сиктывкара не газифицированы. Очень тяжело по территории Российской Федерации идет программа по переселению из ветхого аварийного жилья. ЛДПРовцы ведут активную агитационную работу. Дарят подписки на партийную газету, раздают информационные брошюры. Помимо всего этого, руководство партии готово предоставлять и материальную поддержку нуждающимся россиянам. Рассказываем в Институте мировых цивилизаций, который открыл Владимир Владимирович Жириновский более 10 лет назад в Москве, где предоставляется бесплатное общежитие всем иногородним студентам. Выдается диплом государственного образца по завершению обучения. Тоже очень многих молодых ребят это интересует. Люди очень благодарят. Мы еще ни одной станции не слышали положительного ответа на наш вопрос, приезжали ли к вам сюда когда-либо депутаты от других политических партий. Везде, где мы бываем, люди говорят, что к ним депутаты Госдумы особенно, а других политических партий, кроме ЛДПР, не приезжали. Очень многие не могут назвать фамилию депутата Государственной Думы от их региона. 15 марта агитпоезд прекратит свою работу. В дальнейшем планируется продолжать подобные акции. Ведь пока сама власть не видит проблем жителей своей страны, ситуации меняться не будет. И партия ЛДПР всеми силами старается улучшить качество жизни россиян. Рязанские полицейские поймали браконьера. Молодой человек ловил редкую промысловую рыбу – стерлядь. Скрываться от стражей порядка или отрицать свою вину он даже не пытался. Скорее наоборот. Похоже, житель Рязанского района был весьма горд своим уловом. Подробнее в сюжете романа Дворецкого. На этой неделе сотрудники полиции задержали подозреваемого в браконьерстве 29-летнего жителя села Мурмина. В ходе осмотра автомобиля задержанного обнаружился улов в 28 стерлядей, а также три сети. Полицейские получили информацию, что в пригороде Рязани недалеко от села Мурмина в реке Ака производится ловля рыбы незаконным способом – с помощью сетей. Сотрудники полиции, инспекторы охотнадзора организовали объезд берега реки, обнаружили автомобиль УАЗ, который буксировал прицеп, закрепленный на нем лодкой. За рулем машины был 29-летний житель села Мурмина. В ходе осмотра автомобиля были найдены три сети и незаконный лов – 28 стерлядей. Стерлядь является ценной промысловой рыбой, незаконная ловля которой запрещена рыбнадзором. И пока рязанские полицейские вели пересчет улова, подозреваемый не без гордости в глазах наблюдал за процессом и не отрицал того факта, что занимался браконьерством. Это все темы на сегодня. Сразу после нашего выпуска смотрите программу подробностей. Валентина Макарова расскажет об общегородских гуляниях на Масленицу. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего вечера. Живой комплекс «Вива». Как в городе, только лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...